22 ноября в столице Греции и Афинах начал работать 13-й саммит высокого уровня на тему решения гуманитарных проблем партнёрства Евросредиземное море. Мероприятие принимает участие помощник президента Азербайджанской республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель государственной комиссии по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, влиятельные государственные политические деятели страны Европейского Союза и Средиземноморского бассейна, члены правления Международного центра Низами Гянджаве, экс-президенты Латвии Вайра Вики Фрейберга, Вальди Заттлер, Сербии Борис Тадич, Хорватии Ива Йосипевич, Болгария Петер Стоянов, посол доброй воли ЮНЕСКО Марьяна Вардиноянец, общественно-политические деятели, руководители азербайджанских диаспорских организаций в Европе, научные деятели и представители СМИ в целом – около 200 человек. Цель международного мероприятия – поделиться идеями и инициативами по предотвращению гуманитарных кризисов в Средиземноморском бассейне, а также обсудить вопросы миграции, интеграции, национальной идентичности и мультикультурализма, а также сепаратизма и самоопределения. Помощник президента Азербайджанской республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выступил на саммите. Поприветствовав участников международного мероприятия, Али Гасанов подчеркнул важную роль партнерства Международного центра Низами Гянджаве и фонда Марианы Вардиноянец в укреплении связи между нашими странами и всего региона. Сказал, что Афинский саммит посвящен ряду актуальных тем, беспокоящих современный мир. Хотел бы от имени правительства Азербайджана довести до вашего внимания ряд наших мнений. Помощник президента подчеркнул, что усиление в современном мире тенденции этнического сепаратизма является одним из важных факторов, оказывающих негативное влияние на обеспечение региональной и международной безопасности, а также жизни человечества в условиях мира и спокойствия. Подчеркнул, что такие нерешенные проблемы, как армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт, препятствуют развитию отношения партнерства на высоком уровне между Азербайджаном и Евросоюзом. Олег Асанов отметил, что несмотря на требования соответствующих резолюции ООН, в том числе Евросоюза в связи с конфликтом, Армения продолжает вести агрессорскую политику против Азербайджана. Мы считаем, что если Евросоюз продемонстрирует жестокую позицию против государства-агрессора, это может стать одним из очередных факторов, способствующих укреплению связи стратегического партнерства между этой структурой и Азербайджаном. В заключении выступления Олег Асанов ещё раз пожелал успеха в работе саммита.